Мы говорим о возможном ребрендинге Кадырова, но мне кажется, что это уже нужно самому президенту Путину, потому что Песков сказал, что Путин в послании к Федеральному собранию уделит особое внимание спецоперации. А учитывая то, что уже все слышали все тезисы Путина, почему воюют, за что, сейчас учитывая то, что ситуация на фронте, по сути, для Путина не поменялась, никаких побед нет. Что может сказать, вот в связи с этим, что ничего пока нового не добились, Донбасс, как они хотели, до марта не взяли, что нового скажет Путин такого, чтобы ему поверили? Что напишет ему, точнее, скажем так? Ну, похоже, что все идет к тому, что ничего принципиально нового не будет, будет повторение всех тех же тезисов, которые звучали до этого, попытка оправдать себя, попытка оправдать агрессию. Это не мы виноваты, это НАТО виновата. Ну, опять продолжатся исторические изыскания в части того, что украинцы не имеют права на полноценное недависимое государственное существование. Вот. То есть все то, что мы уже слышали многократно, снова в очередной раз обыграют. Значит, в целом, вот есть вещь, я о ней уже говорил, которую, как мне кажется, курс, который избрал Путин. Но вы меня спросили у послания, да? Я не уверен, что уже завтра это будет озвучено. Скорее всего, нет. Этот тезис будет озвучен, этот новый курс будет озвучен в момент, когда вот это наступление, то ли начавшееся, то ли которое только начнется, который, может быть, завтра анонсирует как раз. Значит, вот этот курс будет анонсирован, объявлено о нем будет, когда вот это наступление закрепнется, когда Путин почувствует, что все, дальше уже будет только хуже. Вот тогда он сменит правительство, как мне кажется, поставит нового премьера и вручит ему самые широкие полномочия в части ведения войны. Причем это будет не технический премьер, как всегда было при Путине, а премьер такой политический, то есть Путин прямо ему скажет, что давай, вот у тебя есть чуть больше полугода, выигрывай войну, и тогда ты пойдешь на следующие президентские выборы вместо меня. Вот в декабре надо выдвигаться, значит, ты будешь приемником. Значит, во-первых, Путин таким образом дистанцируется от предстоящего поражения, то есть он переложил ответственность на преемника, да, и это будет поражение преемника. То есть при Путине, вот почему я сказал, важно начать этот проект до того, как, в тот момент, когда наступление начнет захлёвываться. То есть, смотрите, если Путин начнет это наступление, то значит, он в него еще верит, да, потому что, ну, тогда ему надо проект преемник запускать прямо сейчас. Но, судя по всему, он готовится к наступлению, судя по тому, что говорят военные эксперты. Ну, и утечки, и обороны об этом уже говорят. Значит, он еще верит в возможность переломить его от войны и выйдет. Значит, он это наступление начнет и не будет отдавать его преемнику. Зачем отдавать преемнику то, во что ты веришь, да? Если ты можешь победить, то побеждай сам. Зачем отдавать это кому-то? Ну, вот в тот момент, когда наступление начнет захлёвываться, Путин, понимаете, он почувствует это раньше других. У него все-таки вся информация к нему в первую очередь стекается. И вот надо это, вот в тот момент, когда это наступление, ты понял, что все, оно захлёбывается, но это еще не поняли остальные, сторона не поняла это. Вот в этот момент надо объявить его о начале операции преемника. То есть сменяешь правительство, объявляешь всю общую мобилизацию. Вернее, это объявят они уже, вот этот премьер. Вручаешь ему самые широкие полномочия. Значит, он получает право рассказать своему окружению, и это разойдется по всему аппарату очень быстро. То да, я преемник, я буду следующим президентом. Вот. И Путин получит два результата в результате вот этой штуки. Первое, он снимет с себя, и очень важно сделать это в своих собственных глазах. В глазах своего окружения, вот этих там пацанов, что называется, да, Розенбергов, там всяких. Снять с себя ответственность за поражение. Ну, то есть, применили все нормально, воевали. Да, не приснились, были неудачи, но в целом война шла, мы наступали, в общем, то Солидар возьмем, то Бахмут почти возьмем. Значит, и, соответственно, вот с тем, чтобы поражение уже, у него не Путин был отцом, а тот и другой. Тогда потом его можно через полгода снять, сказать, ты не оправдал высокого доверия, можно вернуться к руководству уже. Легче, понимаете, лучше нести ответственность за неудачный выбор преемника, чем нести ответственность за поражение. За поражение, ну, поражение Путину не простят. Ни он сам себя не простит, ни его пацаны не простят, ни страна не простит. Он же сильный лидер. Вот. А неудачный выбор преемника? Ну, так бывает. Че? Тем не бывало. Вот. Сам-то он молодец. Ого-го. Вот просто преемника неудачного выбрал. В общем, первое – это перекинуть ответственность за неудачный проект на того парня. И второе – это расшевелить государственный аппарат. Просто вот эти медведевцы, почувствовав, что у них появился шанс, значит, сейчас из четвертого, пятого эшелона российских элит стать первым, но они подметки рвать будут. Вот сейчас проблема, важнейшая проблема Путин заключается в том, что госаппарат, в целом, парализован практически. Они все сидят в шоке, наблюдают за происходящим, пытаются понять, что будет дальше, просчитывают варианты. Значит, действуют они по минимуму каждый. Вот минимальный объем своих обязанностей выполняют, а в целом, ну, стараются отложить, как сказать, на потом все. Мобилизация это показала со всей очевидностью, она как-то криво прошла. Вот. А тут в аппарат будет вдохнется новая жизнь, понимаете? Значит, во-первых, ну, медведевцы бросятся рвать подметки, то есть они будут стараться оправдать оказываемое им доверие, закрепиться. Вот они получили полномочия, они будут стараться закрепиться по максимуму. Значит, а все остальные, в целом, госаппарат, ну, вот, знаете, как вот шок с ними. То есть они вернутся в привычное свое состояние. О интриге там, внутренней разборке, аппаратной войне, кто усилился, кого Медведев поставит руководителем аппарата правительства, кого он поставит своими замами, значит, как распределять между ними полномочия, как он выстроит отношения с Государственной Думой, какие у него отношения будут с Кириенко, какие с Володином. Ну, то есть это вот такое привычное состояние. Фактор войны для российской бюрократии отойдет на задний план. И это некоторым образом с определенной долей полности употребляет этот термин. Но это будет вот такая нормализация. То есть они из нынешнего шокового состояния выйдут. И ради того, чтобы вот эти два результата получить, я думаю, Путин эту историю может провернуть. Но я повторюсь, я не утверждаю, что это случится уже завтра. Скорее всего, даже нет. Скорее всего, завтра он все-таки попытается анонсировать это наступление. Вот. Если у меня спросите, кого он выберет в качестве нового предприятия... Это другая история. Ну, просто им нужны новые лица, которые будут говорить вот то же самое. Ну, то есть линейку экспертов надо обновлять. Вот. Ну, поэтому медведчика украинцы знают, Арсений-то его не знает. Поэтому вот вам, пожалуйста, еще один украинский политик, который говорит, что там царят украфашисты. Вы нам не верите, вот он, пожалуйста, значит местный украинец. И вот до этого вытащили, не более того. Я думаю, что новым старым премьером и преемником будет Медведев. В последние месяцы, последние пару месяцев Медведев резко усилился. Просто когда ты думаешь, что если Путин начал реализовывать этот план, то должно это быть заметно, ну, должно в чем-то проявляться. И ты начинаешь внимательно смотреть, что там происходит в аппарате. И ты видишь, что самое сильное усиление, самое заметное усиление произошло вот как раз у Медведева. Он стал, был назначен Путиным 26 декабря, если не ошибаюсь, плюс-минус день, первым замом в УПК военно-промышленную комиссию. Это комиссия, которая занимается гособоронзаказом, то есть вооружением армии. И это, ну, самая главная задача, которая сейчас должна решаться российской экономикой. Значит, до сих пор, ну, то есть это вторжение на поляну правительства, на поляну Мишустина. Ты видишь, что Медведев реально рьяно взялся за дело. В январе, начале февраля он провел уже три заседания не ВПК, не вот этой военно-промышленной комиссии. Он там создал рабочую группу в рамках комиссии, значит, и провел три заседания. Ну, там можно посмотреть, как на сайте Совбеза Российского есть там фрагменты стенограмм, фрагменты, ну, просто описание, там, отчеты о мероприятиях. Ну, например, как он угрожает там директорам оборонных предприятий тюрьму. Прямо про посадку говорит, то есть он прям говорит, если вы будете срывать сроки, то у нас вот новые статьи в УКВ, имейте в виду, посадим. Ну, то есть он жестко работает, причем, повторюсь, на парене правительства. Мишустин сопротивляется пока, значит, 26-го назначили Медведева, и, по-моему, буквально через несколько дней, числа 29-30-го, Мишустин уволил из аппарата правительства правил на пенсию, значит, Игоря Боровкова, это человек, который возглавляет аппарат этой комиссии ВПК, комиссии ВПКшной. Боровков работал при Медведеве, и у Медведева и у Медведевцев возможности работать с Боровковым очень хорошие. И Мишустин тут же, вот как только, три года Мишустин премьерит, и Боровков ему не мешал, все нормально было. Но прошло 3-4 дня после того, как в комиссию зашел Медведев, и Боровкова, Мишустин отправляет на пенсию, хотя там предельный срок еще не вышел, и на его место ставит в доску своего человека из ФНС, Богдан Стёжка. Человек, на которого Медведев совершенно, очевидно, не может положиться. Надо понимать, что в целом между Медведевым и Мишустином там Искрид, до этого еще Искриды очень сильно. И, в принципе, в этой комиссии, куда Путин поставил Медведева, Мишустин пытается выбить из-под Медведева стул. Медведев на это отвечает тем, что он отказывается собирать ВПК, всю комиссию, а создает в ней рабочую группу, в которую сваливает полномочия комиссии, и там оттуда рулит. То есть из широкого, которого он пока не может захватить, он создает узкое, если можно так вырвать. В общем, такая аппаратная возня. Ладно, я буду сокращать эту историю, она такая бесконечная. Бюрократы любят о таких вещах рассуждать. Я тоже, в общем, бюрократ. Значит, там бесконечная борьба идет, внутренняя, аппаратная. И я смотрю на это и думаю, ну зачем-то Путин же этому позволил происходить. Ну в чем-то, какой-то смысл же должен в этом быть. Потому что глупо создавать раздрай на ровном месте. Они и так через пень колоды работают, неэффективно работают. А тут же такую драку устроили. И я принял решение, что, наверное, если все-таки Путин дрейфует в сторону вот этого варианта с преемником, который, мне кажется, просто для него в данном случае оптимальным. Ну то есть перед ним поражение маячит, что-то надо с этим делать. И вот он может провернуть такой вариант. И когда я принимаю для себя в качестве точки отчета, что такой вариант может быть реализован, я начинаю думать, а кто, кого. И я вижу, что почему-то Путин вот в эту сторону двинулся, в сторону усиления Медведева и вторжения на поляну правительства. Вот. Это так. Слышите, ну тогда я могу понять это заявление, что написал замглавы совбеза Медведев в Телеграм, но потом удалил, что, мол, пришло время признать очевидное. Николай Второй – это я. Потом это все удалилось, а потом пишут СМИ. В общем, обликовал как будто в полночь, а к четырем часам утра удалились. Это когда? Вчера было? Я просто не видел это новость. Это вчера было? Да, ну где-то день-два назад, да, вот было. Прислужа… Что, написал я Николай Второй? Да, пришло время признать очевидное, Николай Второй – это я. В прислужбе не смогли покомментировать, сказали, что Медведев лично ведет этот канал, и они на это никак не влияют. То есть я так понимаю, что он точно готовится за какое-то место и, в общем, позволяет тебе такое писать. Мне говорили, что он бросил пить. Вот там в аппарате, суки, ходишь, что он бросил пить. Но судя по этой истории, нет. Не бросил пить. Мне тоже кажется, что нет. В общем… Тогда, я думаю, мой план может реализоваться с другим человеком. Ну, не мой план, который я описал. Может реализоваться с другим человеком. Ну да, если не бросить, тогда… Не может сделать хозяином страны человека, который себя не контролирует. Может сейчас будет как-то его выводить из запоя. Ну, посмотрим, конечно. Время покажет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok